Вроде ты меня тоже слышишь хорошо и без помех Нет, я это делаю сейчас, прямо сейчас, потому что хочется, чтобы все было хорошо Так, ну и хочется, чтобы был сейчас пятый герой для Хэров Чтобы они кого-то себе взяли, кто будет хорошо дополнять их пик Потому что пока они, при Стэдхантере, например, неплохо стоят Допустим, в дальнейшем при помощи Бэтрайдера кого-то цеплять Тоже у них есть чем вывозить и так далее То есть вроде не так все плохо Но не совсем понятно, что делать в миду То есть или Зевсу плюс одного надо какого-то героя ставить Или же, да я даже не знаю, то есть поставить что-то кого-то Все ходят Бэтрайд, и все, беда А Зевс вообще тут никуда не заезжает и беда, беда для Хэров То, что Вайпер, то, что Тэдхантер, то, что Ликон Именно так, ну ладно, прочекивать сейчас не буду, а то сейчас потери серьезные Что ж, пятый пик для Хэлл Рейзерс Ну давайте будем надеяться, что будет так, как ты сказал Ну так вот, добирают все-таки Баунти Хантера Ну, не знаю, мне Баунти Хантер вообще не импонирует в этом пике как герой Не будем Баунти Хантера, тебе больше скажу, вообще не импонирует как герой, но Так, ну пока из того, что я вижу, Бэтрайдер у нас будет в мид Что тоже плохая идея То есть у них есть два героя, которые вот Вайперу настолько вот не мешают Что просто диву, даешься, зачем их брать Приходит любой Валикс, приходит любой Чен, инстакил и ничего не сделать Да, финс, гриб и все, и бугетом поплюет ему немножко, и все будет хорошо Ну что, давай тогда, кто у нас знаком Значит, Годдам будет исполнять сопортивного Баунти Хантера Сегодня Андершок будет играть на сопортивную уже Оракуле и Шичло На храдовом Зевсе через тапочек И Бах будет играть на свене И в миду Афа-Нинджи будет на Бэтрайдере Почему он уже взял себе тапочек Тоже понимает, что против Вайперу будет совсем грустно стоять И, скорее всего, он планирует где-то с отводов Ухватить себе опыт и деньги И потом, за счет этого, и дальше жить Но команда Старк Буги будет играть на Вайпере Валикс, Бэйн, Оксия Исполняет Чена Второй раз Немфи играет на Ликане И Трикси достается Тайт Хантер, для нас случая Посмотри на Тайт Хантера Его норм, я думаю Ему все хорошо Две рыбы, два молота Кошмар какой На самом деле, Тайдули был, по-моему, первым героем На которого вообще добавили Шматьян И Крайник сверху Крайник сверху, да, добавили 10 из 10, ладно Черт с этим, с этим Тайт Хантером Кстати, Катем ходит, очень опасно, да Бегает, причем видит, что есть ученицы в центре Он знает, что они там есть С другой стороны, ну, вот кинут на него, допустим, рандомный сон А что дальше? Очень тяжело как-то убить этого самого Тайт Хантера То есть, он все еще достаточно быстро бегает для героя Без стапка 315, у него его мус-пит, и поэтому тяжело ему как-то вмешать Не имея дизеблов или долгих замедлений, типа, какого-то веномансера, например, в команде И даже первого плевка вайпера на первом уровне не хватит, чтобы эффективно этого самого Тайт Хантера догонять и убивать В итоге он сбегал, заблощил большой кемп крипов для Чена То есть, там крипов убрать не сможет Но все еще есть дополнительный спот 6-го теперь вот здесь, на котором тоже спаунятся большие крипы И Чен просто сразу отправляется туда Ну, а в фоне сейчас будут проблемы Или наоборот, 3 стака масла накинул в виду Но все равно заплевывает буги Чуть менее чем полностью Тяжеловато, тяжеловато, какой-то фоне стоит в ту линию Чем сейчас-то еще ничего Снаставили 5 стаков буги, они, по-моему, ошибаются Сейчас нехило Если поймает 6-й Хотя, может быть, и не ошибаюсь Нет, не знаю То есть, и так плохо, и так плохо То есть, демиджа нету Гандам просто погибает Вроде бы 8-й стак И... Ну, не могут они убить Нет, нечего убивать Надо было, возможно, дать какой-то второй левел Получить битрайдеру Он бы взял или фаерфлай, или бочку И просто бы издалека закидал В итоге Афанин же пришел без Большого количества задириген на эту линию Потратил он Подаренный тангусик Привез себе флафск Потратил ее В итоге вайпер Остался в строю с 4 танга А битрайдер уже не на фулах И у него еще и подригиняться дальше нечем И если сейчас На третьем, допустим, за такси возьмет буги на один То он просто захарасит сейчас До смерти этого самого Афанин же Да, вот, он из ритоксина появляется Все, то есть все крипы на этой линии по-хорошему Нужны будут достаться вайперу И пока у нас размен с тобой по крипам 8-2 в 2-1 С 10 к 3 Да-да-да, тем временем были проблемы у Трикси на нижней линии Два раза его уже чуть было не забирали Но жирность Тайдхантера позволяет Можемать сейчас И много топ Soldier Спокойно Сколько-то бегает Годам мешает Чену Но Чен свой фарм имеет Свой опыт имеет БХС второй левел до сих пор не вязал То есть у него не появилась жена От него никакой ждать не приходится И возможно сейчас попытка выйти Куда-то вместе Зевсон на хосте Хотя возможно просто убежит Шачлоу в харду Опыт чекать дальше Да, ему именно этим и нужно заниматься Тут Алекс его находит У него есть сон, у него есть брейнсап Если что, Шачлоу можно притормозить, но этого делать тоже не будет Шачлоу просто ходит И все Был бы вместо Ликона какой-то рандомный герой со станом Сейчас бы этого Зевса так наказывали Слишком медленно бегает Вышел, подкинул сон и подошел, убил Подошел, убил, подошел, убил Каждый раз бы так можно было делать В итоге у нас сейчас смотрит Рикси там очень плотно накаляет Но получает в ответ стан, есть еще первый спел И это будет фраг, я думаю Да, забирает Иван Фубошечку себе Ну и Гадам все-таки доворовал второй левел У Укси кое-как Теперь с женатой может ходить где-то, делать грязь Именно для этого, походу, и брали Баунтихантера Чтобы ходить в лесу, чтобы смотреть за Ченом Чтобы у Чена воровать иксбугу и так далее И так далее Просто ради одного Чена брать Кстати, у Афоня выходит на буги Там пять стаков масел Если что Гадам подойдет с женатой, поможет Но в Афоне он берет первым Просто один в одного разменяли Шишло тоже подошел Но Шишло здесь надо оставаться тогда Получается в его путь Ну вы видите, что по голде, по экспе По всему в плюс вышли для себя Старки Им выгодно Да Он Дэшока были проблемы В него сейчас плынуть нечем Придравить его тоже нечем Инчерс, Мэш Пока что поможет Дэшок будет в 12 крипов Получилось, молодец Ну и что мы видим То есть у нас есть вайпер Который уже пятый Он получил экспоу деньги С байтрайдера За счет чего купил себе тапок И сейчас байтрайдер вернулся на линию На грейт стике вайпера На тапок на пятый уровень Второй лидер токсины Все Теперь постоянно Постоянно И еще раз Постоянно Будет он получать очень больные дычки От вайпера И на шестом уровне еще убивается И где-то в боте у нас Не, в топе В топе, окей, да Поймали байна Смотри, убили Зевс Плюс баунти хантер И сейчас еще и баунтируют Оспе Регенерацию забирают себе Регенер Зевсада фуллов Чекает за одного ворды Ничего не находит Так, ну и боте Какое-то веселье идет С этим крипом учена Станут Иваны Но сейчас демиджа точно не хватит Там еще идет подрез И можно просто тпшнуть Трикси на базу Ну хотя, может быть, и хватит демиджа Нет Там Трички 3-4 Более того еще и подхили Торкил, в конце концов Не хватило нюков, чтобы разбить лицом Можно было прокидать Сколько-то еще Попробовать 2-й или 3-й даже Раз прокидать демидж Но В целом Больше захиливает И надо успеть убить То есть максимум Три, наверное, можно кинуть Да, и дальше У Жеги пойдет тупо за риге Блуги уже шестой И у Афони могут начаться Чуть более серьезные проблемы Чем сейчас На самом деле Пора уже Буги идти И устраивать веселье Например, наверх Прийти к Зевсу То есть луничьем эскейпе Представить Это вообще никак У Шачи есть что-то Маркан имеется Телепорт себе купит Но за это время Его затыкают Просто чуть-менее Чем полностью Сходить Понапрягать Светом С детства Светом Сейчас есть ульта У Ликена Просто нажимает И бежит Да, сон Сон от Валикс Это Валикс Это вообще все плохо Сделал И подблочил И так помешал И сяк Помешал И в итоге Сейчас нафище Убьют Скорее всего Он же не знает Что бы их раздействовать Он решает Убить Валикса Вместо Ликантропа Хотя могли Валикс Более надежный Франч Потому что Если ты идешь Убивать Ликана Есть большая вероятность Того, что тебе не хватит Просто урона с руки Допустим Там Джинадо Ну и так Сам все еще был Тосс Второго уровня Даже с первого Это Сколько 150 урона Джинадо Плюс рандомная молния Уже похватила Дэмэджи Но вайпер оформляет Харакул Лавботти Пришел он Зачекал Перед руной Вражеские леса Сделал фраг Сейчас еще руну заберет Вообще много денег Денег заимел То есть Вот на персегляют Мы видим, да Что он на тысячу Перестаивает Свою оппонента И сейчас По отсутствию вижена Продвигается снова В ботом Возможно еще и у Свена Будет проблема Потому что вайпер с ультой Сейчас он подходит Вот он здесь Есть плевок Свена пытается выбежать Да И получается Аарапул спасает его Да Причем даже Не осуществляет Да сколько там Не упрекачен Тот самый Так что Почему они не ушли После этого И Андершок Что же ты делаешь Андершок Просто агрессирует Он Просто умирает Ой-ой Прожал Подхилился Дотикать Не, не дотикал Хорошо Ладно Андершок Исправился Фарифлай Прожал Совладал И вышло красиво Еще поднимется КПХП Трехсот с небольшим Ладно Тут Вопрос такой Трехси очень скоро Получится Следующая пачка Крепов Той самой Которая здесь Находится Шестой уровень Когда он Реализовывает Свой потенциал В виде Реведжа Как только Будет удобная Какая-нибудь Ситуация Допустим Сейчас Чен Берет крипа Еще одного И отправляется В ботом Делают С помощью ровашки Тва фрага И забирают Вышку Как-то такой вариант Потому что я вижу Что совсем Мид оставил Лайбер Даже не фармит Но Чен На другой стороне Карты играет Так и Чен Играет вместе С Тайдоком Нет Я имею в виду То, что у него Трепорты с тобой Так ему надо В ботом прийти Не надо в топ Не должен Пуш тоже Приехать в ботом По дровашку Прийти Помочь На подлете Всех забрать Потому что Очень сильные герои И если лететь Вайн-бай-уан-бай-уан Сюда То они Всех убьют Но скорее всего Здесь проще На нору негон Прицепляет Потому что И Чен Может на бутерброд Подойти И Тайдхантер Может сюда же Выехать В принципе У него До Таура Драться надо Гадем ходит На него Вижн не имеет Вообще Какой-нибудь Нет Вижн На него Нет Видит Медведемона-Крушителя Причем Боги постукнулся Бетра от БХ И дал он фу, что парни, парни Где-то меня блочат с инвизы Поэтому не пошел дальше за руной Бодиблок штука палевная, весьма и весьма палевная В времена я почитываю часик, говорят Знаете рекомендаторы, вы сильно паритесь Тем, что болеете за Hellraiser На самом деле, ребята, ну лично я скажу Что вы ошибаетесь, потому что болеем мы в первую очередь За хорошую, красивую, качественно За отыгранную доту Валикс очередной раз Не может попасть, но мы поэтому Его выход в мид как-то Не скажу, что правда Валикс первый за груз, что-то старался, такой молодец Вообще был, все, наверное, вроде бы делал На скай, кого-то ходил, убивал И вот сейчас ему дали бы иная, он как будто бы потерялся Сколько вот моментов было С тем же Зевцом, когда вот он Ну мне нужно было еще это выдумать Быть нажать одну клавишу, и он ее Не смог дать Зато за Зачекал, что делаются Отводы Эншентов Для Свена Стаковица Поставил свой Вижен туда И сейчас Видит Шачло Шачло тоже его увидит Шачло Объясняет, что это, если что, моя Говорит, точка Но там Заначка была Обойна, закопана С Хилинг Слейбом Это моему норму Так, и Буги заходит во вражь из Кириса Она вижен, не ловит Свена Есть замедление Есть дэмэдж от Тайтхантера И снимает дебаф Да можно и ромашку потрачить Да, потрачить Не спас Все равно не спас Амбершок Но постарался Старался, просто чуть не хватило Может быть где-то не повезло С тем, что сработал Кракеншелл Скинул дебафы Может быть еще из-за чего-то В итоге Свен чуть-чуть не выбежал И идет пуш-потоп У Волки Плюс скрипы Чена Старки наконец-то решили Реализовывать то, что у них есть Они брали на пуш Они брали героя Которые смогут Носить урон по зданию А там Афоня сзади приходит И Смаков Будет цеплять кого-нибудь на лосо Наверное, на Эмфи Да, на Эмфи Это самый приятный здесь вариант Подхиливает Чен с ульты Оу, хил Но это все равно не поможет Товарищу на Эмфи Нет, его спасают в итоге Телепортом на базу Ничего себе Так-то да, в итоге И вышку забрали И никого не потеряли И сейчас Ну, кроме, понятного Крипов Чена И в итоге, смотри Сейчас волками полезят Блочить Афоню У него, правда, сейчас Зажаткается из-за руны магии Файрфлай Поэтому он летит Плюс еще хвосту нашел Да, вот, видишь Подбочивает чуть-чуть Будет раскачивать сейчас Афоня У него есть Но у него ванны нету Продолжить накидывать Он есть Все-таки Еле-еле, да На пятый стак Но чуть-чуть не хватило То, что Вайпер Прожал столько стейков И залучил Достаточно много КП, поэтому Тезица не хватило Чтобы сделать фраг Ну, что ж У нас 4-4 На юнстеринбете противостояние Предлагаю Обратить внимание на графике У Старков Есть преимущество 4 тысячи по золоту И по опыту Также 4К примерно Ну, что, Андершок Повоевал Стрикс Стрикс Объяснил Что он явно Делает это Лучше Делает это Сильнее Прогнал Андершока На базу Какое точное слово Какое точное слово, Дим Повоевал Воевал Я запомню Я буду Использовать Посидемной жизнью Спасибо тебе огромное Пожалуйста Значит, о чем он Что он хотел Зачем Драться с этим Тайтхантером Явность герои Вот Я не знаю Допустим Какой-нибудь рандомный Тот же Скай Да, допустим Может выдавать Нужное количество Демближ Чтобы Тайтхантера Продать Возможно Какой-то Огр Тоже подходит По данной Описанию За счет того Что у него загорят Там много урона Сурки сколько-то Сильно бьет Его быстро Не пробить Возможно Да, то есть Кто-то мушит Но Оракул Явно не тот герой Который воюет С Тайтхантером Один в один Выход будет на Окси Афоня подходит Уже Фарфлай Будет цеплять Вот через Ластов Но с другого выбора Уже нету Просто еще Рассказать Девса Но Афоню Усыпили Окси Все еще живет И будет выживать Нет, не будет Выживать Потому что Дешок дошел Добрал Прочем прокидал Почему-то Спел в крипа Не в себя Немножко Видимо не совладал Не владеет То ли даже не знаю В чем проблема В итоге Могут пытаться Как-то поцелиться Или я не знаю Там на вайперах Какого-нибудь Прокидать Невозможность атаковать И что-то сделать Но в итоге погибает То есть один в один Зачайно отдался И я не уверен Что это здравая идея Потому что Он деньги получил Саппорту А за него деньги Получил Кэрри Герой И сейчас Кстати на вардах Видят Свена Который под дольтой Зашел и забирает Саки Чужие конечно Ввязает Ровашку В Трикси И не попадает Немножечко По Свену В итоге Свен просто делает На кончике смерти Своей ТП аут Понятное дело На годах Никакого вижена До сих пор Никто не носит Все плевать Не его хотели Из таких Которых героев То есть Саппорты Только закупились Поэтому Тут тоже выживает И размен Ровашка в ноль Плюс все стаки Что Справляется Свен Свен становится Стоп 1 Эдвардс Деньгам И сейчас Даггер Уявляет Суббитрайдера Поэтому Некс Файт Уже будет Поинтереснее А я напомню вам О том Что за Бестом 2 Суббитни Изменяется Холорейстер Супбитрайдер Старк И Старк И взяли Первую карту Из приятных Новостей Гадам Смог В 6 левел Теперь у него Появляется Трек Появляется Возможность Выдавать Много урона Во время Тимфайта За счет того Что его Тоз будет Бауситься И Андершок Снова Загулял Куда-то Не туда Почему Фиолетовый Цвет Покрасился Вот Вроде бы Даже сейчас Сколько-то Покидал Гадам Неплохо Свои Тозы Но Этого Не хватило Трек Филайтхандер Выходит Уже В Худ И сейчас Будут Будги Вывозить Беши Ценевый Трек Под Свена Под Извиня Кто Уже Под Возь И Вынес Забирают Много Денег Опять же Что приятно Делают Они Это По Трек Но Теряют Тавр В Боте В Это Время Поэтому Размен Один В Тавр И В Меду Тавр У них Селенок Забрать Ядно Не Хватит Надо Уже Бежать Отсюда Потому Что Цепляющие Герои Виде Боина Таки Присутствуют В Что Они Могли Проигрывать Орнаги Нужно Уходить Уверенный Лейт Трек Килы Они Болезны И для Компакта Для Выхода Уверенного Да Трек Килы Это Всегда Здоровая Идея То Что Делали Хэр В Штаг Ряд Стар Получили Какое Преимущество Надо Его Реализовывать Пошли Забирать Рошан Ему Опять же Есть Лейкон С Решан Упадет Решан Никак Хэр Не Среагировали Бегал Здесь Вроде Баунти Хантер Но Как Не То Чтобы Сверх Удачно Ничего Не Нашел Табр Ревейдж Имеется Там И Финс Грипп И Очень Опасно В таком Случае Драться На Решане Потому Что Это Узкое Место В Этом Узком Месте Могут Вылезти Кинтакли Но И Сделать Очень Больно И Вообще Сейчас Смотрим На Старков Для Вот Такой Мета Они Очень Неплохо Смотрятся Куча Аурс Чена Базила Владмир Мека Есть Возможность Зацепа К помощи Бойна Есть Вапер Который Собрал Яш То есть Повышенный Мус Спит Опять же Ликан Который Крайне Успешно Кушает Саппродов Которые Не Чувствовать Волкан И В данном Моменте У нас И Араку И Хардлайнер К тому же Зевс Ничего Не Могут С Этому Саму Ликан Дропу Этим Более Волкан Сделать И Недолго Думая Старки Забрав Т2 Подареги С 27 Баф Низа Поднимаются На Т3 Вышку На Т3 Тауэр Убить Буги Товарищи Хелрэйсенс Вот этот вопрос Во-первых Жирненький Очень серьезно Жирный 17 стиков То есть еще 200 Пусть Вместо ХП Напаса Но Оракл Тормозит Крипов Потихонечку Но Т3 Уже падает Безвозвратно Пока что Туклип был Ну и Боги Зацепили Между прочим Волосок Да Выкачили Там Рэйвэйдж Да Трикси Афоню Сейвец Ну и все Старкам Не нужно Идти дальше Играть На Фонтан Гейминг Какой-то там И бах Удлин что делать Пока что Просто получает Ульту от Буги Буги Получает в лицо Пока что Только Штормхэмер Граната Все И на развороте Настреливает Минус Торона В любом случае Безполезная сторона Подхиливает Всех Оксе И вроде бы Треки на всех Вроде бы Там Выдрался Самая Ночь Баунтихантер Там Хучу Урона Он нанесет Но Нету Нету Тимфайт Нету Какого-то Продолжение Оракул Не наносит урона Зевс пока что Не наносит урона И вот Видимо Валикса Отдают На откуп Пытается Какого-то Скорее Случайно Забрать Сейчас Но Чен Чен Не выживает В любом случае В Афоне Он доходит В Афоне Догоняет В Афоне Появляется В гостам После этого Через пару минут Ну И смотрим То есть В итоге Размен Без потери Аэгиса 2 В 0 Но Минус Сторона 17 минут И расстались Без одной стороны И понятное дело Что по деньгам Они из этого Очень сильно летят И Трекки Даже под Там 5 героев Не дали бы Возможность Хоть сколько-то Отыграться Знаешь Когда ты меняешь Двух саппортов На сторону Это Даже под треками Да 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 Это хорошо Это очень хорошо И Старки Имеет сейчас Все шансы Добрать Вторую игру И выиграть Против Халлрейзер 2 0 Заработай 2 очка На ответ Опять же Напоминаю Что это самое начало Европейской Квалификации Квалификации На Дота Пит Поэтому Пока что Ни у кого Никаких очков Там преимущество Сейчас Афоня Приедет Смотри Возможно Возможно И не приедет Он славил Только что Сбойщики Пассивку От Позен Этот Коррозивский И должен был Наверное Прочеркать Что это Не просто так Случилось Что где-то Вайпер Попал Под его скиллы Но Почему-то Решил Что ничего Не стоит Делать Просто Выдался Доформить Галебчиков Кстати Трикси Обзавелся Только что Блингдаггером Там выход Нас в Гадема Гадема Держит Финсгриппе Далее Буги Пару тычек И все Пальше Слишком близко Подошел Что повесит Трек Может он Кидать Даже На шестом уровне Трек Находясь За Рейджой За стол То есть Если ты кидаешь Трек С максимумом Рейджи И этот Жмёт Досты То ты Не попадаешь Под эти Самые Достри И в итоге Он слишком близко Подошел И подвижен Под всем 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 Получил замедление И дальше Его забрали И будет Вот Си забегает На Зевса Пугает его Не дает Подходить Отманивать Крипов И в итоге Падает Второй Т-3 Тауэр Ликон Выходит От Бластову Алекса Забрали Вроде бы Должно Уйти Бакш Наконтролирует Дутрикси Летает С пленкар Или Звук Прекрасно Есть От него Далее Немфи Бегает Просто В форме Покусывает В сторону И он Должен заниматься Буги Все еще Имеет Аегис Неплохой Контроль Вроде бы От Оракла Должны Отступать Старки Потому что Даблкил Делает Ну Оракл Делает Даблкил Что не Есть Хорошо Опять же По трекам И так Что Хорошо Ну Да Но Минус Полторы Стороны Что Плохо 1600 Голды Они получили 500 Сняли Стали Вести По И Вот Возник Вопрос Что Делать Дальше Сейчас Они Теряют Вторую Сторон Будем Считать Что Этот Реншбарак Сейчас Будет Волками Доеден Потому что Эти Холков Просто Всех Забили Посмотрение Ну Я тебе Скажу Что Делать Дальше Здесь Менее В чате Начали Просить Коммунки Подогнать Это Все Все Пролили Типа Типа На самом Деле Повезло Что Антивыдор Подрубился Поэтому Казар Мы Не упали Прямо Сейчас Но В любом случае Эти 100 ХП Это Вообще Ни о чем Ликон Все Покупает Уже Третья Некра У него Сколько Там Некров Было До Я Сейчас Быстренько Пробегу Мы Видим То Что Годам Все Еще Далек От Мекки Вышел В линзу На Шок И Шачло На Оракула И На Зевса Это Очень Неплохие Итемы Для Этих Героев Так Что Они Сейчас В строю И Могут Драться Миша Даггер Фордстав Ну да То есть Дискорд Появится У Зевса Появится Что Когда Это Все Будет А То Что Вроде Был У них Даже Что То Есть Вот Мека Появилась У Годама Так Что Пусть Они Проигрывают Все Испойны По Голде Сильно По Карте В Целом Поэтому У них Все Не Очень Плохо Пока Мы Не Смотрим На Итемы Старков Где Третье Некра Влагмир Где Глимер Где Сия Где Куча Денег Где Готового Почти Пайпа У Тайдули И Понятное Дело Что Дальше Влез Чем Конечно Заводится Демо Есть Возьм Цеплять Возможно Ровашки Нету Чтобы Уверен Его Цепануть Уверен Убить Поэтому Скорее Сему Бежит Но Все Еще Третья День Игра И Нечем Убивать Сейчас Я хотел Подраться Так Прыгает Сина Ликантроп Драйдер Очень быстро Его заберут Никакой Чем Делает Такой Демидж Не Захиливает Также Цепляют Сколько Вальса Пошел Демидж Пошел Неверно Его Видно Пополучим Выкупается Тайтхантер Цепляют Свена Не дают Свена Жить Ликан Тут Все Свен Подультой От Оракула Все Еще Живет Скачать Ульта Урона Хватило Чтобы Его Добить Размен 2 Вадим Счет Абайбэка 2 3 Вадим Размен Почем Падает Все Это Время Упал Последний Барак Упали Эпенументы По большинству Своему И Остался Только Топ Остался Т2 Сейчас Не будет 100% Опять же Видишь Ликан Выкупился Добить Его Не смогли Хотя Опять же Свен Который Живет Дополнительно 8 Секунд Под Оракула Это Силь Низебил Снимает И Свен Живет И Вот Сейчас Вроде Бо Он Уже Мертв Вроде Урона Нанес А Он Все Еще И Накаля Себя Это Достаточно Неприятно Тай Дуэли Пройдет Нагад Дама Тай Дуэли Еще 93 Секунды Не смог Никого Я думаю Они уйдут Дождутся Второго Рошана То есть У них Сейчас Была Хорошо Сыгранная Драка В которой Они потеряли Двух Героев В которой Они Много Заработали Забрали Вышку И Поэтому Сейчас У нас Снова Должны Семи Ну Очень Хорошо Повезло Силь Силь Повезло Старком Ване Байбек Ване Кане Потому Что Когда он Только Умирал Ему Не хватало Буквально Двадцати По-моему Стигал То есть Он Тут же Получил Деньги На Байбек Только Умер Не было бы Байбека Старки Абсолютно Точно Проиграли Эту Драку Но Если Бы Да Если Бы Да Бабушки И так Далее Поэтому Он не будет Застрять Внимание Главное Что Скоро Будет Рошан Мы С тобой Даже Точно Знаем Что Это Случится В пределах Этой Минуты И Там Вот Он Собственно Появляется Знают Об этом Старке И Вселенная Отсылка Ладно После Драки Поговорим Потому Что Если Намечается Что Интересное Ему Не Нравится Драки Не Будет Пока Что Так Вот Это Вселенная Марвела Где Старк Систем Как Раз Таки Компания Железного Человека Или Все Таки Это Дом Старков Из Игры Престолов Звездочка Которая Выглядит Явно Как Стар Не Просто Стар А Поскольку Стар Занят Стар Ну То есть К примеру Потому Что Звезда Такая И К чему Она Привязана Не Совсем Понятно Ну У Железного Человека Похожа Я Думаю Он Играет Дот Евно Лучше Железный Человек Да Костюме Неудобно Костюме Неудобно Наоборот Подключаешь Интерфейс Напрямую И Говоришь Жарвикс Да Победи Жарвикс Да Победи Жарвикс Хочу 8К ММР Готово Так Ну и что у нас Попытка Теперь Уже Имеючи Ульту Тайтхантера Имеючи Живого Бейна Пойти По топку И закончить Осталась Последняя Сторона Вышка Два Барака Суммарным Здоровьем На 3 4 300 Тхп Так Бейбэк Смотрю По Бейбэкам Все Плохо У Хэйров Всего 4 Бейбэка И надо Обязательно Иметь Все Бейбэки Потому что Сторон терять Нельзя Бейбэк 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 Наличь Наличие Бейбэк 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 Вайпер Встает И на Дэршок 1 2 3 Хоть там Треки Трикси Все еще так Серьезно И впитывают Что баба Не горюй Дэршок Пытается Уйти Да Гадам Тоже Пытается Выжить Походу Дело Даже у них Обоих Получится И тем Временем Не совладал Немного Афоня Сайтхантером Но Замечу Что Сейчас Даже При учете Проюзанной Ульты Оракула Зевса Драка получилась в плюс для хэров Вот здесь открытый бой Мы видим, что они за счет бой Дайбек из Ивса и Дайбека после этого Сколько-то просели по деньгам Тысячу голды он потратил Но суммарно он Точнее, его команда в плюсе оказалась Тысячу голды они получили Самое серьезное, самое главное То, что они задефали в сторону Но проблема какая? Проблема такая, что у Чена появляются агонимы Это значит, что ауры, ауры, ауры 15% здоровья, да? Да, здоровье на 15% Курьера потеряли И помимо аур еще до этого Если, например, идет драк Какой-нибудь рандомный Свен Или Бэтрэдер Очень быстро убивали крипов То есть, неважно, кто там тролль, не тролль Урса, не урса На них уже плевать А с Эншен Крепами Все куда сложнее Потому что у них есть Помимо полезных ауэр Еще и Мак-Иму Тот или иной И, например, теперь на Бэтрэдера Абсолютно плевать И Голему, и Дракон И всем-всем-всем Именно так По опыту, тем временем Преимущества никакого нету Ни у Холлрейзеров, ни у Старков А по деньгам Старки ведут 7500 У нас 30-ая минута этого матча Равная вам о том, что Счет серии 1-0 в пользу Старков Здесь выходит в тайминговые арканы Очень тайминговые Я, кстати, без идей Зачем они ему были нужны То есть уже есть линза Уже есть дискорд Подожди, он их разобрал И собрал снова Потому что они у него были Шач-то взял 1-1 Их разбирал Первым итемом, купивший арканы Он их в дальнейшем разобрал в линзу И зачем ему после этого Еще одни арканы Вот в чем вопрос То есть во что он хочет выйти Чтобы потом снова переразвать Потому что там Арканы, как маны-регены Ему сейчас вообще не нужны Так, Гадем тут просветил Смотри, контору Хэлдрей здесь готова выходить Смотрят, нету ли варда Есть ли у них смоу Смоука нету Моука нету И чего они тогда собрались Куда они? Конечно, вместе поформить Не такая плохая идея Гадем, кстати, бегает Вот он очень опасно бегает Когда-нибудь он так добегает И все будет печально Но сейчас он будет вайпера Цепануть, с детства Заметану, светану Его в итоге люди цепляют По треку Но вайпер просто тебе больше На базу не добьют Добили, смотри, как хватило урона Под Дискортом В целом Очень плохо на него пробили Я не знаю, сколько у него было Маг резист на момент улета на фонтан Но Ядно не его Подродный С-43 Достаточно боль Да, да Серьезная боль И стороны пушатся Теперь в сторону Старка Клипы уже дошли от базы Хэллрейзер С чему способствует ИИБах внизу Который потихонечку начинает Койки-яй-то бы выносить Но БКБшка уже 8 секундная А минут 31 Что не есть хорошо Хватит для запала у Хэров Потому что любая ошибка И они тут же теряют в сторону Им теперь нужно, чтобы выиграть Абсолютно Всю игру, весь матч Безошибочно провести Сейчас бы не кратчей вызвать, наверное, Нэмфи Вовремя Нажать ульту Доспить Гаттева Пытаться как-то не дать ему уйти Отсюда не получается Этого сделать Мэм же не хватает В итоге проюзано в пустую Ульта, Андрюшок, так же выходит И что должен делать Нэмфи? Просто идти и драться с Веном Почему просто не прожать, допустим, ровашку, чтобы сделать фраг? Да не фраг, а два То есть он, может быть, кого-то из них не видел Я говорю про то, что если уж Ликон жмёт свои все скиллы Вы в любом случае дальше не пойдёте кушать Потому что без Некрова, без ульты делать там нечего Ну смотри, с другой стороны, скорее всего, Трикси просто держит ровашку до захода на хайграунд Ему она необходима Так в том-то и дело, что они не пойдут теперь на хайграунд Потому что Ликон уже всё прожал Поэтому почему бы за компанию не прожать свою ровашку Вы бы всё равно ждать Я понимаю, конечно, что кулдаун, Некров и ульты Ликона не сопоставим с ультом Тайтхантера по кулдауну 150-70 Но всё ещё, если один фиг ждать, то хотя бы сделали фраги, денег пополучили и так далее День попушили, поддавили бы, может быть, там, сколько-то, хпст-4 вышки сняли И Руччи Считаю, что он неправ Абсолютно верно С другой стороны, я давно не видел хороших финсгриппов от нашего Бэйна Торрест Тарков, то есть в начале игры контролировал вроде как Баунтихантера Сейчас он этим не занимается Мне кажется, он вообще ничего не делает Сам Бэйн Он молчит, ничего не делает 1-6-6, вроде бы, получается, что в 7 фрагах поучаствовал Ну, как-то совсем незаметно Вот он собрал тот Глимер В итоге ни разу не сыграло, потому что всё время висят треки Он вроде бы, ну, здесь вот хорошо, вот Гандам цеплял Вот один раз, я точно помню Хороший был фраг Руками, он с того света просто его вытащил Опять же, Глимер здесь для маг-резиста 45% больше, мне кажется, чем для чего-то Но, кроме как на себя, не верю, чтобы на кого-то ещё кидал Да, Вайпера кидал в Last Fight, когда его вывозили Тоже неудачно Ну, Вайпера там, как бы, Дискордом подкрепили и так далее Просто вот берём, допустим, в Alex и берём, допустим, Трикси Вот Трикси собрал Лодусор Вот он бы, например, Вайпера спас Во-первых, ты можешь трек в обратную сторону повесить вам, команде Blues Против Вайпера, наверное, лучше и там, потому что вот если он куда-то прыгает Он или цепляет, и не может выехать, потому что и себя тоже держит И если не цепляет, то он уже впрыгнул, и что дальше? То есть его либо наказывает, либо он просто выезжает на всём, что может И дальше не бояться какое-то время, потому что кулдаун Форсава, кулдаун Даггера Именно так Свена, если он БКБ там не нажмёт, контрит неплохо Баунти Хантеры, Телосы, Треки, Оракула, там, Триспыла Смотри, вот идут сейчас Тарки по направлению, соответственно, вражеской стороны Идут с Ченом, которого есть Аганим А, нет, я-то думал, что нет с собой Аур Ауры идут только позади Всё Вопросов нет Смотрите, зоопарк идёт, а зоопарк такой неполный Ну, драконов бы ещё, драконов Подойти, подцепить, если будет на это время А время это будет Опять же, мы обсуждали кулдаун Дири Хана Минутка ещё есть на это дело Драконы решают в пуше Очень хорошо решают Ну, только этих самых драконов Как-то взять себе Пока что он вроде Ну, вот они, вот они стоят Я вижу, что они стоят Я про то, что пока он носит с собой голема и лизарда Лизард тоже Лизард тоже хорошо Опять же, там тот же на вайпере, если Френзи прокидает Еще один фраг Афоня и Хэнд оф Гатт, такой запоздалый просто в исполнении О, все Ну, а сейчас у него есть айс, он может себе это позволить? Это вот здесь, в начале игры, где-то, когда у тебя ещё ничего нету Идёшь и юзаешь Убду на подсейф таких лутимайтов И дальше То есть, сколько там Без загонима сто секунд бегаешь без ульты Это критично А сейчас Тридцать секунд ему Ну, нажал, получилось спасти Хорошо, не получилось Скоро будет На ульта В итоге покупает сейчас себе Валикс еще и гем, чтобы отдать его И поедет, является третий, получается, Рошан, Серегис и Стартер уже на нем И здесь годам тоже Тоже рядом Его почему ещё не видно, он так наглый забегает А есть чем светить, а светить только не кратчами Сейчас с гемом, по идее, придёт Валикс Он же читает телепорт, возможно, спали Тогда мне кратчей уже спали Да, видят, с гемом, годам это Он же хорошо стоял Но всё-таки появились на крауде И получилась Сыр, Айгис всё забирает себе Вайпер Нет, не всё, стоп Куда он сыр делал? В кого он его положил? Всё, в лигатров забирает сыр Вайпер забирает Айгис Минус годам есть Гем на Next 5 Да, и сейчас можно отправляться По ласт стороне, дабы её Забрать Ещё есть у Рикана, что хорошо И 5 минут Ау В двери можно повторить Смотрим на запак И баха У него всё, в принципе, хорошо У него есть Сенч, у него есть БКБшка БКБшка, всё ещё 8 секунд Ну не знаю, то есть Вот он купил вроде бы Ликана БКБшку Но тут ситуация точно такая же, как со Свеном Что в целом Всем плевать на то есть у Рикана БКБ или нет Потому что на него садится исключительно Свен Или исключительно Бэтрайдер и Свен И в обоих случаях БКБ нисколько не поможет Именно так Возможно, стоило просто, знаешь, на пушке раз взять и не париться под армором Сколько-то жить Да, 10 секунд у Ликана до ульты, 10 секунд до не кричей Пора Пора в последний пушк Гадам сейчас может подставиться, да, забегает Бэйн Его ведёт, Гадам сейчас никуда не уйдёт Финсгрип, наконец-то Причём, опять же, Финсгрип вообще-то не нужен был Да Тут Бэйн, он, походу, делает, что раз сыгрую, ничего не делает То хотя бы сейчас пройдёт, типа, о том, что было Типа, я был полезный реведж от Риксити Временем у ГТВ опять проблемы Он только что был после байбэка All-Hill И Афоню притормозили, кстати, отличный муф от Бэйна Говорили бы, что ничего он не делает Нэмфик БКБшка пытается уйти И юзает сыр, разворачивается на Ибах А у Ибаха всё ещё есть, да, у него есть байбэк Буги накидывает туда же, развалится Ибах Всё, он уже больше ничего не сделает Ульта Оракла его не спасёт У Буги так же проблема Он успел напинать плотно очень по Буги, почти сделал фраг Но пара тихаря В итоге снял Эгис и все выкупаются То есть был сыр, был Эгис и падает раньше баранч Да, просто суетит уже в этот величный баранч Буги, буги, буги Отвлекаться, пить, пить его Других вариантов нету А там ещё и Глив был Минус 4, минус 5 Наверное, это будет минус 5, понятное дело Голем пытается убежать 400 хп у барака осталось Не уверен, что стоило Пытаться фидить в барак Было, возможно, стоило похитаться Здесь сколько-то фрагов И после этого уже как-то драться С другой стороны, хеллрейзер не способны Моментально снести в две стороны Пока что не способны У тебя всё ещё, ну и Старк, да У тебя всё ещё стоят Т2 Тауэр вообще ничем не троганы Никак, более того, на нижней линии Всё ещё стоит Т1 Тауэр Хиленький, но стоит А мы напоминаем вам о том, что 23-18 счёт на 36-й минуте Противостояние Голоритет Старк Счёт в серии 1-0 в пользу Старк Ну теперь надо действительно каких-то драконов набирать Скажем, чтобы нет видений Реш streets У него ничем не пойму Счёт на 36-й минуте Счёт тузёт Ш散 Она Счёт Елń Счёт Счёт Й 20 años Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...